Итак, предсказания по Казахстану. Я уже как бы давала первоначальные предсказания, но вот хочу ещё дать предсказания по Казахстану. А сейчас правительство Казахстана выбирает, у кого быть в обслуге, у китайцев или у американцев. Ну, понимаете, что у китайцев, что у американцев всё равно, в общем-то, нужно быть в обслуге, больше, в общем-то, никак. Дружбы тут явно не получится. То есть и Китай зарится на территории Казахстана, и США зарится на территории Казахстана. Так вот, выиграет, в общем-то, Китай. Ну, китайцы заполонят Казахстан. Я ещё это говорила где-то или в 2013-м в конце, или в 2014-м, я уже не помню, в каком году, что придут китайцы, как говорится, привезут своё оборудование, погубят, в общем-то, предпринимательство, окончательно погубят предпринимательство в Казахстане. Помимо этого ещё фермерам, в общем-то, сильно достанется. И вот это вот всё, вот то, что, в общем-то, Казахстан сейчас отходит от России, а он действительно отходит, и это мы, в общем-то, все видим, это скажется не в очень хорошую сторону в Казахстане. И вот именно на этой почве будет очень много недовольства людей. То, что, сами понимаете, что если китайцы придут, то после них считайте, что земля выжженная, даже ещё хуже. Потому что они всё подметут, как говорится, это самое, что земля будет, как на Луне. И, соответственно, всё это, в общем-то, скажется очень плохо на политике, на правящей власти, и всё это выльется в очередные столкновения. Субтитры создавал DimaTorzok